В Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 10-летней девочки. В самом начале полномасштабной войны вместе с родными ребёнок попал под российский обстрел. Раненую девочку, родственники на автомашу больницу, но по дороге машину снова обстреляли. Катя погибла. На кладбище в селе Новый Бурлук. Из могилы достают тело 10-летней девочки. Она погибла в самом начале полномасштабной войны. Ребёнка застрелил российский военный. Сейчас проводится эксгумация тел погибших в посёлке Новый Бурлук. Девочка погибла во время обстрела. Она получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. До войны Катя проживала вместе с родителями в Харькове. В село ребёнка привезли. Думали, там будет безопаснее. 25 февраля девочка вместе с дедушкой поехала в магазин, чтобы забрать бабушку. По дороге российский снайпер выстрелил в автомобиль. Пуля попала в ребёнка. Всё было нормально. Стали ехать. Слышим, выстрел пошёл. Снайпер. Катя что-то поднимает. Вот так всё. Говорит, дедушка, у меня что-то здесь. Я поднимаю, а у неё пуля на вылет. С раненой внучкой Николай сразу же поехал за медицинской помощью. Я подъезжаю, россияне стоят, говорю, где есть врач. Меня провели рядом. Он вышел. Врач посмотрел. Дал ей укол и сказал три часа, чтобы довезти в ближайшую больницу. Я с женой сажусь ехать в Чугуев. Но по дороге автомобиль с семьёй снова попал под российский обстрел. Девочка погибла на месте. Супруги-пенсионеры получили тяжёлые ранения. И нас там расстреляли. Там Катю и убили. Под Базалеевкой. Я Катю спрятал. Ну как спрятал? Я упал на неё. Но уже было поздно. Жену ранили. У неё пуля под сердцем. У меня в голову. Руку, ногу. Тело погибшей внучки раненый мужчина нёс в ближайшую деревню. Я вышел с Катей на плечах её. Едет колонна российская. Мужик такой бородатый меня толкнул. Я упал с Катей. Я снова поднимаю Катю на плечо. Стою посреди дороги. Сначала девочку похоронили во дворе дома. А затем перезахоронили на кладбище. После освобождения нового бурлука от россиян украинские правоохранители ежедневно фиксируют военные преступления оккупантов. По словам местных жителей, солдаты российской армии занимались мародёрством. Отбирали у населения автомобили и продукты. Могли расстрелять любого.